Бесплатный вход на локомотив ожидает тех рязанцев и гостей города, которые в день открытия катка 12 января придут сюда с 3 часов дня до 6 вечера. В пятницу, как и во все последующие дни, над стадионом локомотив будет звучать музыка. В будни каток открыт с 3 часов дня до 21 часа, а в выходные с 11 утра до 21 часа. При этом дозаливка и выравнивание льда будет происходить ежедневно. Руководители спорткомплекса решили, что каток будет работать ежедневно без собственных выходных, чтобы горожане смогли вдоволь покататься, так сказать, компенсировать позднее появление зимы. Лед заливается старым дедовским способом, как вы видите, это два работника и шланг. Ребята меняются через каждые 4 часа, заливка идет при хорошей погоде круглосуточно. Заливаем мы уже давно в эту зиму, начали конец ноября, потом все растаяло, декабрь, и вот сейчас уже третья, скажем, заливка, которая идет уже с воскресенья без остановки. К пятнице готова открываться. Сейчас идут последние приготовления. Заливка льда осложнилась тем, что в городе совсем нет снега. Но именно на локомотиве с ноября накопилась небольшая снежно-ледяная подушка, которая и позволит создать покрытие в срок. В этом году на спорткомплексе появилось более 50 пар новых коньков с мягким и теплым материалом внутри. Чем они хороши для нас, это тем, что конек, сам ботинок и конек, это все литое. При съеме с ноги конек сам от ботинка не отрывается. В коньках, которые у нас еще, скажем так, они фигурные коньки, больше даже, скажем, женские коньки, вот, при их съеме с ноги отрывается пятка вместе с коньком. И, соответственно, мы эти коньки уже выкидываем. Не имеет значения, новые или старые фигурные коньки по каким-то причинам часто люди не до конца развязывают шнурки, что и приводит к поломке оборудования. Так что новые хоккейные коньки будут служить намного дольше. Таким образом, удастся и сэкономить необходимые средства для дальнейшего развития стадиона. Ведь уже в прошлом зимнем сезоне на локомотиве был введен в эксплуатацию построенный с нуля корпус. Он заменил старое помещение. Теперь раздевалка, гардероб, пункт выдачи коньков и кафе расположены в свежем безопасном охраняемом здании. Заточка коньков производится в другом помещении. Также на катке всегда готовы оказать медицинскую помощь. У нас сразу же на катке, непосредственно на прокате, есть санитарная уже сумка. И плюс у нас врач в комплексе, который работает постоянно. Плюс у нас постоянная связь с травматологией, которая находится буквально через забор. У нас все близко, но надеемся, что травм не будет. Ну а для того, чтобы не навредить себе и окружающим, необходимо знать простые правила. Этот стадион предназначен для массового катания. Исторически сложилось, что в основном здесь люди двигаются по кругу против часовой стрелки. Родители же с маленькими детьми катаются в боковых зонах. От пируэтов из экстремального и фигурного катания лучше отказаться, ведь с любой стороны могут подъехать люди. В хоккей же остается возможность здесь поиграть. Локомотив всегда открыт для различных игр и соревнований. Здесь даже проходили состязания по картингу на льду. В этом году, в ближайшие выходные, после Дня студента, который в России отмечается 25 января, на катке будет организована дискотека. Взять в аренду коньки очень просто. Нужно оставить в залог свой паспорт, водительское удостоверение или денежную сумму. Студенческий билет для этих целей не принимается. Час катания вместе с прокатом коньков обойдется от 50 до 200 рублей. Пока это единственный открытый каток в городе, на котором уже появляется окрепший лед. Но в скором времени вслед за ним, как за настоящим локомотивом, для рязанцев зальют еще порядка 40 катков. В том числе на центральных улицах города. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».